Координатная плоскость Итак, координатная плоскость, что-то уже знакомое, да? Мы по координатной плоскости можем определить положение тела в пространстве. В данном случае, например, на карте. Итак, более чем за 100 лет до н.э. греческий ученый Гепарх предложил провести по карте Земли параллели Меридиана. И так далее, и так далее. Читать не буду, сами можете прочитать. Термин абсцисса и ордината были введены в употребление Лебницем в 17 веке. Однако основная роль в создании метода координат принадлежит французскому ученому Жене Декарту. Введенные на плоскости координаты Х и У называют Декартовые. Итак, мы с вами будем знакомиться с координатами, во-первых, вот таким образом, системой координат на плоскости. И, во-вторых, эта система координат называется Декартовой. Две оси определяют координатную плоскость. Это ось Х, вот она у нас с вами, и ось У. Введены были Декартовым. Согласно этим двум осям, мы можем задать положение любой точки в пространстве, точка М. У нее задано положение в пространстве. Х равняется 3, и у равняется 2. То есть, любую точку в пространстве можно задать ее координатами. И это был огромный, огромный, огромный шаг вперед. Это было прекрасное открытие. Итак, мы имеем две оси координат. Ось координат это Y, ось координат. И ось абсцисс это X. Далее, начало координат обязательно. То есть, точка отсчета. Далее, координаты точки. Смотрим, вот мы уже познакомились с вами. Впереди ставится X, на втором месте ставится Y. Абсцисса точки X. И координата точки 2. Это Y. Все ясно, да? Пойдемте дальше. Итак, смотрите. Нам задано n-ое количество точек. На координатной плоскости. И мы можем определить координаты любой точки. Например, точка A. Имеет координаты X равная 2. И Y равная 4. Точка B. Минус 4 и 2. Смотрим. Точка C. Минус 3. Это Y будет минус 3. И плюс 3. Это будет X. Это абсцисса. Это координата. Определяют положение точки C. Соответственно, D. Соответственно, M. И соответственно, N. Итак, мы можем построить фигуры по точкам. Посмотрите. Тут одна фигура нам представлена. Тут вторая фигура представлена. И определены точки. А, B, C, D, E и так далее. Что можно построить по этой? Мы можем узнать, только взяв координатную плоскость и определив точки на этой координатной плоскости. И соединив между собой точки. Давайте посмотрим, что получается. Получается в первом случае вот такая фигура. Во втором случае вот такая фигура получается. Знакомые фигуры, да? Это большая медведица созвездия и 7 звезд показаны. Это малая медведица. Тоже 7 звезд точки. То есть мы определили их положение в пространстве и построили соответствующие фигуры. Я думаю, тут особых сложностей нет, да? Любую, как вы поняли, точку в пространстве можно задать ее координатами. Еще раз повторяю, это будет абсцисса, это будет координата. Все вместе это у нас с вами система координат. Система координат на плоскости. Что еще? Это точка отсчета или центр системы координат. Ну и дальше уже мы с вами наносим, какие нам нужно с вами единички. Идет вот, например, 2, 4. Мы могли 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. То есть в зависимости от того, как мы будем, что нам надо построить, как нам надо построить и так далее. То есть будем валировать все, что нам надо. Созвездие Малой Медведицы и Созвездие Большой Медведицы. Ну и желаю вам всем успехов. Если что-то непонятно, можно ролик... Спасибо.